А вы знали, что радиоуправляемые машины внутри почти как настоящие? Тогда подписывайтесь на канал RCLiveTV, там вы увидите просто невероятно качественные снятое трюки радиомашин. Летают там прям во-во-во-во! В 1926 году журнал Коулерс опубликовал беседу с Николой Теслой. Содержание беседы по тем временам было шокирующим, да и сейчас весьма любопытным. И сейчас Телблокнет ознакомит вас с интереснейшими прогнозами Николы Тесла. Жизнь пчел станет правилом для человеческой расы, говорит знаменитый ученый Никола Тесла. Надвигается новый половой порядок, в котором женщины будут играть главенствующую роль. Мы будем общаться мгновенно с помощью простых карманных устройств. Самолеты будут летать в небесах, управляемые без участия людей по радио. Огромные запасы энергии будут передаваться на большое расстояние без проводов. Зельмитрясения будут происходить все чаще. И до некоторых из этих поразительных событий осталось недолго, говорит Никола Тесла. С момента появления беспроводных систем, говорит он, я понял, что это новое искусство принесет человечеству больше, чем любое другое научное открытие, потому что оно фактически уничтожит расстояние. Большинство бедствий, от которых страдает человечество, вызвано колоссальными размерами земного шара и неспособностью наций и людей вступать в близкие контакты. Беспроводная передача позволит добиться этих близких контактов благодаря транспортации интеллекта наших тел, материалов и энергии. Весь мир превратится в огромный мозг, мы сможем общаться друг с другом практически мгновенно, невзирая на расстояние. Более того, мы сможем видеть и слышать друг друга так же прекрасно, как если бы мы сидели лицом к лицу, невзирая на дистанции в тысячи миль. И устройства, которые позволят нам это сделать, будут поразительно простыми по сравнению с нашими сегодняшними телефонами. Человек сможет носить такое устройство в кармане, мы сможем наблюдать и слушать события, инаугурацию президента, спортивный чемпионат, землетрясения или битвы. Как будто мы находимся там. Все железные дороги будут электрифицированы, а первые локомотивы окажутся в музеях. Появятся летающие машины, которые они несут на борту топлива и будут свободны от всех ограничений сегодняшних аэропланов и дирижаблей. Мы сможем добираться из Нью-Йорка в Европу за несколько часов. Международные границы будут по большей части уничтожены, начнется унификация и гармонизация различных рас, населяющих Землю. Беспроводные технологии гармонизируют интересы разных стран, обеспечат понимание вместо разногласий. Современные системы власти устареют. Мы сможем печатать ежедневную газету дома по беспроводной связи каждое утро. Управление домом, отопление, освещение, механика будут производиться автоматически. Я предвижу появление летающих машин размером с автомобиль, и я полагаю, что Генри Форд внесет большой вклад в это дело. Проблема парковки автомобилей и строительства дорог будет решена. В наших городах появятся башни парковки, и дороги либо будут расширены ввиду необходимости, либо вовсе окажутся ненужными, когда цивилизация сменит колеса на крылья, а запасы тепла нашей планеты, о которых говорят частые вулканические извержения, будут задействованы в промышленных целях. Одной из главных перемен будущего Тесла считает изменение положения женщин. Борьба женщин за равенство приведет к созданию нового полового порядка, в котором женщина займет главенствующую роль, не благодаря примитивной физической имитации мужчин, но благодаря пробуждению интеллекта, женский ум продемонстрировал способность ко всем интеллектуальным достижениям, на которые способны мужчины, и эта способность будет расширена. Средняя женщина будет менее, а затем и более образована, чем средний мужчина. Женщины будут игнорировать прошлое и поразят цивилизацию своим прогрессом. Постепенное освоение женщинами лидерства и новых областей деятельности придупит женскую чувствительность, подавит материнский инстинкт. Браки материнства, возможно, начнут вызывать отвращение, и человеческая цивилизация все больше станет приближаться к совершенной цивилизации пчел. Пчелиный улей основан на огромных лишенных пола армиях работников, чья единственная цель и счастье в жизни – упорный труд. Это идеал социализированной кооперативной жизни. Далее, в улей есть женские особи, которых сохраняют на случай, если пчела-матка разочаровывает улей. И есть трудни, которых немного и которых терпят лишь потому, что они необходимы для оплодотворения матки. Только сильнейшая из них достигает этого момента и затем погибает. А матка возвращается в улей, неся с собой десятки тысяч яис – будущий пчелиный город. И начинает новый цикл воспроизводства. Разумеется, понадобятся многие столетия, чтобы изменить привычки и обычаи людей, преграждающие путь этой простой и научно организованной цивилизации. Что ж, поживем-увидим, друг. Как видишь, множество предсказаний Теслы уже сбывается. Но сбудутся ли последние? Как считаешь?